Здарова всем ребят! Мне кажется опять у меня получилось подобрать реплей практически идеально под тематику сегодняшнего видео. Дело в том, что разработчики поделились своими планами на следующий уже сентябрьский патч 1.29 и они хотят провести ребаланс некоторых машин, большинство из них премиумные, но есть и акционные танчики и давайте посмотрим что же они хотят сделать. Начнем с 10 уровня с объекта 268 вариант 5 и ему хотят поменять роль машины с универсальной птшки на роль снайперской птшки, поэтому реплей как раз таки будет идеально подобран под снайперский геймплей. Посмотрите как эта машина может себя чувствовать на дистанции в виде снайпера сейчас и будете знать что она будет представлять из себя в будущем. Итак мы видим что разработчики здесь конкретно нацелились на изменение роли машины. Во первых существенно сокращается время перезарядки орудия как вы видите до 16,2 секунд в стоке, ускоряется время сведения, то есть можно будет быстрее реагировать на все что происходит в рамках вашего обзора. Ну короче переводится и сводится увеличивается количество снарядов на 6 штук, все это сделано для того чтобы потенциальный урон который вы можете наносить оставался плюс-минус на прежнем уровне, хотя разработчики заверяют что эффективность машины по урону в минуту должна будет вырасти. Я честно говоря не считал потому что как говорится возможно они еще после общего теста пача 1.29 что-то здесь подкорректируют. Тем не менее разовый урон бронебойного и кумулятивного снаряда будет снижен с 750 единиц до 650 единиц. При этом как я и сказал уровень за минуту должен будет возрастить. Плюс ко всему стабилизация танка будет тапнута примерно на 18% при повороте башни. Ну считайте что вам вшили стабилизатор обычный, не боновый там никакой, просто обычный стабилизатор вшили по умолчанию в танк. Кроме того если у вас прокачана полевая модернизация, все оборудование будет выгружено вам на склад, а опыт который вы потратили в полевую модернизацию он будет возвращен обратно. Почему? Потому что роль машины поменялась, танк теперь не универсальный а снайперский, там другая полевая модернизация. Соответственно вам компенсирует все что вы потратили на прокачку этой полевой модернизации, чтобы вы могли уже подкорректировать полевую модернизацию с учетом новой роли машины. Вы знаете я считаю что после всех этих изменений танк, несмотря на то что ему сделали роль снайперскую, да я еще посмотрю что там с полевой модернизацией на тесте, но мне кажется он как сейчас отыгрывает неплохо на ближней дистанции, как минимум в моих руках, мне кажется с улучшенной стабилизацией он будет еще лучше выполнять роль как бы ну такого полутяжелого танка. Сейчас мне эта машина нравится, но по заверениям разработчиков они ее считают недостаточно сильной, и вот хотят не просто апнуть, а изменить ее роль, потому что ну в тупую апать здесь сильно ничего. Нельзя. Ладно, переходим к премиумным машинам. И тут я вижу очередной миллион тысячу пятьсот тысячный раз какой-то ап 59 Паттона, вот сколько я помню его все апают, 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 вот, но лучше ему не становится. В этот раз он улучшает точность до 0.33, ускоряет время перезарядки до 6.7 секунд, да, ну практически на 0.8 секунды ускоряют, а также увеличивают броню маски орудия. При этом давайте посмотрим на маску орудия, и я попробую подсказать разработчикам, куда они неправильно вообще смотрят. Не ту проблему они в танке пытаются решить. По их заверениям, вот эта вот маска орудия, это очень слабое место, из-за которого танк практически не может нормально от башки танковать. Я взял на себя смелость и попробовал подсказать им, вот, тоже нарисовал небольшой смайлик и указал тоже, на мой взгляд, немножко ослабленное место, из-за которого танк не может танковать. Мне кажется, вот если по площади посмотреть, это ровно половина башни по площади, причем там нет брони. Я понимаю, что у нас очень историческая игра, но мне кажется, можно поиграть и с физическим размером этой башенки, так и с ее бронированием. Ну, ладно, возможно, я чего-то не понимаю. Идем дальше, и немецкий премиум танк ВК-7501К получает увеличение ДПМа, практически на 2 секунды ему апует скорость перезарядки до 16 секунд, улучшает вот это прям действительно существенное углы склонения вниз до 7 градусов, а также улучшает стабилизацию орудия. Ну, практически тоже вшитый стабилизатор у него в ТТХ появляется. От себя хочу добавить, что как игрок, который играл на этом танке и общался с людьми, которым этот танк нравится, мы все в один голос говорим, что танк плохо, отвратительно, просто безбожно, нехорошо не попадает, даже впритык. Мне кажется, можно в обновлении 1.29 не побояться и все-таки чуть-чуть хотя бы попробовать улучшить ему точность. Вот этого танчику не хватает. Я про цифры не говорю, я вот поговорю про то, как он стреляет и не попадает. Две шведские СТшки СТРВ-81 и его клон, расфуфыренный, это Прима Виктория, также получают существенный ап, улучшается время перезарядки, 7,5 секунд было, стало 6,5 секунд. Время сведения до 1,9 секунды ускоряется, а также бронепробиваемость снаряда 42 мм апается до 84. Я так понимаю, это фугасный снаряд, других объяснений, что было изначально 40 с копейками, у меня нет. Также из существенного можно отметить увеличение скорости полета снаряда на 70% и улучшение стабилизации в некоторых местах на 14%, а в некоторых моментах аж на целых 38%. Опять же, не думаю, что СТРВ-шки станут прям супер популярными, хотелось бы обратить внимание разработчиков на одну очень бесящую у этих машин составляющую, это разовый урон. Он очень маленький, мне кажется, вот вместо улучшения ДПМ их можно было бы апнуть разовый урон. Я напомню, что в наши дни игроки предпочитают танки все-таки с чуть-чуть большим разовым уроном, чем 200 с копейками, там 230 по-моему у них, или что-то типа того. Ну, когда ты вынужден стрелять по десяткам, мне кажется, этого недостаточно. Я за каким-то фигом британского Центуриона МК-1 вынесу в отдельную картинку, хотя он ровный клон тех же самых шведских Прима Виктории и СТРВ-81, и характеристики улучшают ровно те же. Я вот пока искал характеристики, да, уточнил, там ровно 230 альфа разная от выстрела, и я вот подумал, может быть, действительно разработчики хотят сохранить эту фишку танков с маленькой альфой, но тогда нужно сделать пушку. Вот что у этих танков, у них разброс действительно всегда просто огромный, то есть ты помимо того, что ты быстро перезаряжаешься, нанося маленький урон, ты вынужден после этого еще полгода сводиться, там стабилизация отвратная. Мне кажется, вот как раз эта скорость сведения и очень-очень-очень хорошая стабилизация могут спасти эти танки, но опять же это будет только для любителей, которые любят играть от ДПМа, а не от альфы. Спасибо, что смотрели, пока-пока.